Я в федеральном розыске, во всех базах. Именно эта новость вчера выбила меня из колеи. У меня случился нервный срыв, я думаю, люди, которые разбираются в эмоциях, это видели. Да, и я раскачалась. Почему? Потому что на самом деле эта история и еще очень многие длятся продолжительностью несколько месяцев. Но я это не пиарю, я об этом не говорю, потому что мне это не нужно. А ситуация в том, что мне звонили дознаватели из Гагарина и звали меня в Гагарин на допрос. Но я им очень много раз объясняла, что я боюсь туда ехать. Не потому что я что-то нарушила, а потому что есть некий человек, все прекрасно знаете его, я даже имя не буду называть, который преследует меня на протяжении всех 10 месяцев с октября, с момента моей аварии. Он все это время мне звонит с разных номеров, он постоянно пишет мне, записывал мои разговоры, мои ответы, он просто преследует меня. Я объясняла много раз, я могу допроситься в Щелково. Я не скрываюсь, мой адрес Богородский, 22, город Щелково. Но почему я сейчас в федеральном розыске, я не знаю, какое это недоразумение. Я сегодня позвонила в город Гагарин и узнала, что оказывается меня искали, приезжали во двор Богородский и соседи сказали, что такая здесь не проживает, такой здесь нет. Я не знаю, как можно не заметить эту танцующую многодетную красотку с тремя детьми и на синей бэхе. Не знаю, мы, наверное, не заметили. Получилось какое-то недоразумение, поэтому мне придется поехать в город Гагарин, хоть как бы я не боялась этого человека. Как только я дозвоню дознавателю, я не дозвонилась ей сегодня. Я посажу детей в машину и поеду в город Гагарин. Я не боюсь ответственности перед законом. Я закон не нарушаю, поэтому у меня был срыв. Какой розыск? Я не нарушаю закон. Я бы и дороги не знала в этот город, в отделение полиции, если бы зимой мне не пришлось туда поехать с адвокатом, я вам напомню, писать объяснительные на два заявления, которые были поданы на мое имя от гражданина Ванаяна, от гражданина Салибекова о том, что я там кого-то хочу подставить, наркоту подкинуть. Но, друзья мои, если бы был состав преступления, я бы уже мотала срок. Меня бы уже посадили. Это все бесполезные писанины для того, чтобы меня заколупать. И так как я уже сэмоционировала, я вам сейчас расскажу вкратце, подробнее в эфире, который я сегодня проведу, что на протяжении всех этих месяцев я постоянно отбиваюсь от этого непонятного гражданина. Более того, раз уж я упомянула Салибекова, мне написали очень много комментариев, что я там его обсираю, я вообще его не трогаю. Но раз уж я сказала, то вы должны знать, что на протяжении всех этих месяцев Тигран Салибеков написал огромное количество заявлений на меня в полицию, последние из которых он написал 16 мая, когда я поехала делать операцию на связке. Он постоянно пишет на меня заявление. И когда его спросили, зачем, он сказал, да чтобы насрать, а то катается на своей байке. Я понимаю, что человеку больно, я не обращаю внимания на это. Я ситуацию приняла, но получается так, что кто громче пернул, того и услышали, понимаете. Поэтому сегодня я скажу, раз уж я сэмоционировала, что я постоянно, живя свою счастливую жизнь, она у меня счастливая. Я не даром птицу Феникс набила в татуировку. Меня ночью очень классно восстанавливает. Вчера у меня было такое состояние, что я даже говорить не могла. У меня действительно был удар, шок. Как это так? Я законопослушный гражданин в розыске. Вот так вот бывает. Поэтому поеду. Я надеюсь, что всё-таки правоохранительные органы города Гагарина не дадут меня в обиду этому человеку, который просто маньякует. Я вам сейчас скину его скрины. Когда я появилась в розыске, он тут же мне начал писать вновь и вновь. Он вызывает меня на встречу, наверное, хочет денег от меня. Вот. Поэтому все эти события, они никуда не делись. Я не концентрируюсь просто на плохом. Моя жизнь слишком дорога для того, чтобы жить в страхе, жить в негативе. Я красивая, успешная, молодая женщина. Я танцую, занимаюсь своими делами. Но ключевое во всей этой фразе слово «женщина». Я не волна. Я женщина. Я боюсь. Я боюсь ехать в город, где меня поджидает какой-то мужик. Что было, то было. Но 10 месяцев подряд терроризировать, но это слишком. Да, мне страшно. Я много раз об этом говорила. Ну, розыск, значит, поеду туда. И мне очень страшно, я буду это показывать. Я хочу, чтобы это было во глазки. Я никогда не говорю плохого о людях, с которыми я не говорила. В прошлый раз, когда я была в Гагарине, сотрудники нормальные были. Это товарищ сливал там все из комнаты, где проводилась очная ставка. И, ну, я просто отошла в сторону от этой грязи. А как оказалось, нужно было, оказывается, писать. В завершение этого видео я хочу поблагодарить ту огромную армию людей, которые увидели действительно мое состояние, написали мне, поддержали. Мне даже сейчас роллы привезли, где я всегда заказываю пустыню. Я и поешь роллы. Очень приятно, спасибо. Я ценю. Мои видео сейчас порезали, вырезали самые мерзкие куски и раскидали. Поэтому я очень прошу вас, сделайте максимальный репост в целом виде. Пожалуйста. А то идет какая-то информационная война против меня. Вырезают какие-то самые злые куски и раскидывают. Помогите мне, пожалуйста. Те люди, которым когда-то помогала я. Словом, делом, мотивацией, поддержкой. Помогите мне, пожалуйста, распространите, чтобы было видно, что как есть.